А теперь или никогда. Сегодня начинаем, наверное, самый грандиозный, самый масштабный эксперимент этого сезона. Сегодня будем греть воду в бассейне по-серьезному, до получения серьезных результатов. И, как конечное действие, плавание в бассейне. Этим летом всего-то два дня плескались в водичке. Но начальные условия для эксперимента самые суровые. Всю неделю было холодно, шли дожди. По ночам холодало до 10-12 градусов. И в этот знаменательный день погода тоже не баловала. Ночью 12 градусов, днем воздух прогрелся только до 20 градусов. Хорошо, хоть не было дождя. Солнце частенько выходило из-за туч. Температура воды в бассейне утром была 17 градусов. Желающих окунуться сразу, ожидаемо не нашлось. Но не только это расстроило ранним утром. Обнаружилось, что после четырех дней моего отсутствия вода в бассейне резко потеряла в качестве. Зацвела. Уже нет той прозрачности, но еле видно. Вода мутная, плавает какая-то грязь. По всей видимости, железо в воде защищало ее от светения. После того, как я капитально вычистил воду от железа синтепоновым фильтром, надо было компенсировать исчезнувшую защиту химическими средствами. А я упустил этот момент. Лягушки, головастики и крокодилы еще не завелись, но вода стала, как на городском пляже, в разгар купального сезона. Чистить воду уже было некогда. Поэтому запустил в воду поплавок с какой-то долгоиграющей химией, с резким запахом хвора и занялся подготовкой к эксперименту. Обвязку котла немного модернизировал. Дымоход нарастил до трех метров. Появилась хорошая тяга. И самое приятное, весь дым стал уходить вверх. В конце эксперимента от моей одежды уже не пахло дымом так, будто я весь день просидел у костра. Трубу 1,25 дюйма, по которой нагретая вода идет в бассейн, нарастил еще одним отрезком через уголок. Теперь вода выходит из трубы на глубине, близко к дну бассейна. Это должно качественно улучшить перемешивание теплой воды с холодной. До этого вода выливалась на поверхность, и соответственно были теплопотери из-за контакта с более холодным воздухом. Замерять температуру на выходе стало труднее, но я и к этому неудобству приспособился. Утеплил трубы стандартным утеплителем для труб отопления, ведь разница температур воздуха и воды может достигать 10-15 градусов, а площадь труб приличная. Лишние теплопотери нам ни к чему. Хотел попробовать топить углем, но не получилось. Все угольные конторы расположены очень неудобно. Визит туда занял бы очень много времени. Топить начал полдесятого, закончил полпятого. 7 часов непрерывной топки. А неделю назад, после пробной топки котла, я подсчитал, что на нагрев воды на 5 градусов мне потребуется 3 часа. Соответственно на 10 – 6 часов. Действительность разрушила все мои радужные мечты. За 7 часов мне удалось нагреть воду на 5-6 градусов. С 17 градусов до 22-23 градусов. И из-за нехватки времени эксперимент пришлось прекратить. А очень хотелось потопить еще 6-7 часов. Благо дров было достаточно. Температура воды на выходе котла уже была стабильно 26 градусов. Очень жаль. Но все-таки искупались. С большим удовольствием искупались. И долго не хотели выходить из воды. Особенно не хотелось отходить от трубы, через которую вода поступала в бассейн. Там был оазис теплой воды – 26 градусов. Не знаю, будет ли у меня в этом сезоне возможность повторить этот эксперимент или нет. Позволит ли погода. А главное – смогу ли я выкроить целый день на это дело. Очень хотелось бы. Теперь некоторые выводы, итоги. Воду в бассейне можно и нужно греть. Главный вопрос сейчас – почему экспериментальные данные сильно расходятся с расчетными? Почему для нагрева требуется почти в два раза больше времени, чем в расчетах? И, кажется, я знаю ответ на этот вопрос. Большие теплопотери. Воздух охлаждает воду через поверхность. А площадь поверхности – 18 квадратных метров. А температура воздуха утром была ниже температуры воды – на 5 градусов. Только днем воздух прогрелся до 20. Идут потери тепла через стенки бассейна. А их площадь уже почти 24 квадратных метра. И самые большие потери, как мне кажется, идут через дно бассейна. Площадь дна – 18 квадратов. А температура грунта, наверное, еще ниже, чем температура воздуха. К сожалению, я не догадался замерить температуру грунта под бассейном. Обязательно это сделаю. Как бороться с теплопотерями? Если я замахнусь на зимний бассейн, мне очень хочется замахнуться, то бассейн будет стоять в теплом помещении. Теплопотерь через поверхность и стенки уже не будет. А вот утеплить дно бассейна будет гораздо сложнее. Утеплитель должен будет выдерживать вес всего бассейна с водой. Ну, наверняка есть технические решения, которые помогут решить эту задачу. И завершая тему теплопотерь, хочу передать привет владельцам бассейнов, зарытых в землю. Греть вам не нагреть, ребята, если, конечно, вы не изобразили толстую и эффективную теплозащиту от ледяного холода мёрзлой земли. Теперь про котёл. Хороший котёл. Кабанчик со своей задачей справляется. В перспективе желательно заменить его на более мощный. Мощностью эдак раза в три больше. Для сокращения времени прогрева бассейна. А ещё этому котлу не хватает измерительных приборов. Очень желательно знать температуру воды на входе и на выходе котла. Тогда можно точно знать, когда пора подкладывать дрова, когда прикрыть или открыть поддувало или заслонку перед дымоходом, в нужном ли режиме работает котёл. Я замучился бегать с термометром и мерить температуру воды то из одной трубы, то из другой. Штатный термометр, который просто прижимается своей площадкой к выходной трубе, чаще всего показывает, как говорится, цену на дрова. Термометры должны быть встроены в обвязку котла, непосредственно контактировать с водой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ